Советую включить запись, если хотите оставить. Если позволите, я несколько вводных слов. Хорошо, а вслед за вами я еще свои пару вводных слов. Я уверен, что я хотел бы напомнить всем, что Израиль находится в сейсмоопасной зоне, поскольку значительная его часть располагается на фроссилистском разломе, который проходит через Мертвое море. И время от времени возникает ситуация, когда это вызывает трение тектонических плит, одну а другую, и, соответственно, это вызывает и землетрясение. Были случаи, когда землетрясения приводили к очень серьезным последствиям, но, тем не менее, эти серьезные последствия для Израиля оборачивались более не менее небольшими такими потрясениями, людскими потерями или потерями серьезными, материальными какими-то потерями. Строительная индустрия Израиля основывается на целом ряде установлений. Это то, что мы называли бы ГОСТами, ОСТами и так далее. Существует целый ряд таких установлений, которые сами по себе основаны на установлениях европейских и общемировых. Совершенно современное строительство в Израиле ведется на основе всех этих установлений. И очень тщательно регулируется, очень тщательно это все контролируется. И если иметь в виду современное строительство, оно в достаточной степени основывается на всех этих установлениях. Вот куда хуже обстоят дела с сооружениями, со строениями, которые были построены, были созданы в 70-х, 80-х годах. И речь идет о домах, которые построены на основе свай, на основе, будем говорить, таких фундамент основан вот на таких вот сваях. В свое время мы провели проверки на юге нашей страны, эти сваи. И хотя, если говорить об Араде, если говорить об Иршеве, это города с относительно низкой влажностью, тем не менее оказалось, что когда мы докопались до арматура, оказалось, что арматура проржавела. И, соответственно, все эти сооружения, все эти здания, они нуждаются в очень серьезной реконструкции. И вот, собственно говоря, вот об этом я хотел бы с вами поговорить, потому что когда мы это вынесли на обсуждение строительных подрядчиков, то их поначалу это все не заинтересовало. Ну а сейчас, вы знаете, действует такой проект «Тамы-38». в рамках этого проекта можно производить существенную реконструкцию зданий, имея в виду, между всего, улучшение сейсмостойкости этих зданий. К большому сожалению, «Тамы-38» и везде действуют. Жильцы некоторых домов противятся, хотя это сулит и им весьма приличные выгоды, имея в виду, что могут быть построены лифты, могут быть достроены квартиры, ну и так далее, и так далее. Но не все готовы пойти на то, чтобы на длительное время покинуть эти дома и поселиться где-то в другом месте. Вот, исходя из всего этого, нам надо было бы подумать, что мы могли бы предложить муниципалитетам, строительным подрядчикам, я имею в виду, в силу вот такой вот ситуации, когда одни хотят, им это выгодно, а другие не хотят. И никто их заставить не может. Ну, вот это все, собственно, что я хотел бы сказать. Спасибо вам большое. Я знаю, что вы много лет занимаетесь этой проблемой, и если вы помните, я, как говорится, потолкнул Владимира, и он поднял эту тему. Это еще было небольшое время после трагедии на горе Мирон. И тогда говорили о десятках погибших, отчасти из-за строительного головотяпства. И я как бы решил, что надо воспользоваться этой ситуацией и сказать народу Израиля, вот десятки тысяч погибших могут быть, если мы другую серьезную проблему не решим. И я помню, Аврум, у меня были определенные мысли, но вы прямо в контексте этих мыслей тогда выступили. Например, вы привели пример, что многие здания даже невыгодно подрядчикам реконструировать, не получая никакой мзды. То, что они получат от дополнительных квартир, оно далеко не всегда настолько перекрывает затраты, насколько бы они хотели, скажем так. И сейчас какая ситуация, что новую квартиру он построил, и ее можно в Иерусалиме за 2 миллиона с лишним продать, а в другом месте за миллион. Это намного легче, да, вести массивное строительство и получать сверхприбыль. Это одна сторона. Другая сторона, вот скажите, только реплику я хочу от вас услышать. По моему ощущению, порядка 30-40% жилого фонда надо перестроить или укрикать. Я правильно понимаю? Да. Вот теперь смотрите. Я не зря вам сегодня прислал две статьи. Одна касаемая по e-mail, я не знаю, кто успел посмотреть или нет, я вкратце скажу. Одна касаемая масштаба строительства сегодняшнего. Сегодня в Израиле рост населения около 2% в год. И считайте, вот эти около 52 тысяч новых квартир строится в год. Это около, это порядка 2% жилого фонда Израиля. Вот это мощность современной строительной индустрии. Если даже остановить все новое строительство, всю эту мощность направить на реконструкцию слабых зданий, то по 2% в год это займет 15-20 лет. Но это нереально, потому что новое строительство тоже надо вести. И есть еще одно противоречие. А если создать эту сверхмощность строительную, это же все, инфраструктура, производство стройматериалов и так далее. Потом после перестройки это и не особо выгодно. Не знаю, что с этим делать. Хотя там страна растет и так далее, но все-таки найдется. Поэтому у меня такая мысль возникла. Что правильное производственно-экономическое решение было бы это пригласить мощные иностранные фирмы строительные, в которых есть уже все. Вплоть до того, что они могли бы, я не знаю, полуготовые конструкции ввести в Израиль и так далее. Мы понимаем, что это наткнется на яростное сопротивление израильских подрядчиков. Потому что это огромная конкуренция. И это же может привести к тому, что пробьется пузырь цен. Если взять эти 30% жилого фонда и к ним добавить еще одну третью часть или сколько новых квартир на перестроим, то это перекроет сегодняшние потребности. Это собьет вот этот пузырь цен. С другой стороны, все-таки в Израиле, хотя готовы мириться с тем, что кто-то больше получает, а кто-то меньше, человеческим жизням более чуткое отношение. И можно было бы большой общественно-политический импульс получить в поддержку этой идеи, что надо открыть реконструкцию для мощных иностранных фирм. И для этого я вам другой импульс прислал. А сколько же стоит в Израиле строительство, если иностранного подрядчика пригласить? И там пример, что построила фирма из Катара. Новый город начал строить, типа Ариэля, для арабов там на территории. И там приводят, и они его построили, но у палестинцев не очень, у арабов в территории не очень много денег. И даже за те цены, а цены такие, как вы там увидели, за 70 тысяч долларов квартира 120 квадратных метров. И даже эти квартиры стоят полупустые, и они этим туристам из России, туристам-журналистам из России говорили, не хотите ли вы там привезти клиентов на покупку этих квартир. Вот и понять масштаб. Сейчас я уже почти закончил. Значит, поскольку, какие крупные строители в мире. С одной стороны, это Китай. С другой стороны, Украина, с которой многие из нас приехали. Мы знаем, что они очень массивное строительство ввели там в России, в других местах. И сейчас везде кризис, везде спар. И третье, это вот, например, Арабские Эмираты. Они делают бизнес по всему миру. Если бы Израиль дал им зеленый свет, то предприниматели, которые бы все это, весь цикл бы сделали, они нашлись бы. И последняя фраза, и я полностью освобождаю арену. С ТАМА-38, похоже, есть серьезная проблема. Есть такая критика, что многое, что уже перестроено, когда серьезно начали присматриваться и проверять, поняли, что основательного укрепления не произошло. И чтобы укрепить основательно, может быть, что это уже новое строительство конкурирует. И надо просто сносить эти районы и строить новые дома более высокие. Все, я кончил. Хочу ваше мнение. Спасибо. Были созданы две комиссии, одна за другой, по подготовке страны к землетрясениям. Одну такую комиссию возглавлял полковник в отставке, очень деятельный человек. Я входил в состав этой комиссии. И много-много чего пытались сделать государство, я имею в виду правительство, стояло в стороне от всех тех предложений, которые были сделаны. Вторую комиссию возглавляла тоже депутат Кнессет от партии «Наш дом – Израиль». Ее сейчас уже нет в Кнессете. Но итоги были теми же самыми. То есть правительство категорически не хотело заниматься этой проблемой. И, наконец, еще один момент, о котором я не говорил, но хотел бы сказать. В Израиле есть немало домов, построенных на основе принципа Палькали. Что такое Палькаль? Это такое строительство, когда вместо постоянных таких вот балок, я имею в виду, прикрытий, строится, используется двутавр. И этот двутавр просто заполняется в процессе строительства бетоном. Такой дом был построен в Иерусалиме. Не один дом был построен в Иерусалиме. И в итоге мэрия Иерусалима под нашим давлением приняла решение. Его этот дом и этот метод запретить строительство, и дом был разрушен, по сути дела. А почему это было сделано? Потому что в свое время были жертвы, когда свадьба гуляла в одном из кафе на втором этаже. И, видимо, по всей видимости, вот эти нагрузки вошли в резонанс с этой строительной конструкцией. И потолок, потолок этот провалился. И были жертвы. И вот только после этого мэрия приняла решение. Мы как раз, наш дом технологий находился в этом здании. Не в этом здании, которое разрушилось, а в другом здании, которое было тоже построено по этому методу. И тогда мэрия приняла решение этот дом снести. И этот дом был снесен. И тот дом, где было кафе какое-то, тоже было снесен. Но таких домов немало, не только в Иерусалиме, но и в других городах. Поэтому тут несколько проблем. И это тоже одна из таких. Спасибо, Абрам. А к тому, что я сказал, мне хотелось бы услышать ваше мнение. О приглашении мощных строительных подрядчиков из-за границы как единственным массовым решением этой проблемы. Но тот факт, что построен действительно недалеко от Иерусалима город для арабов, город, стоимость жилья, в котором составляет 60-70 тысяч долларов, уже этот факт сам по себе говорит о перспективности такого подхода. Но здесь будут, безусловно, возражения очень серьезные, потому что это лишает наших строительных подрядчиков возможности заработать. И это лишает доходов самого государства. А государство на строительстве зарабатывает огромные деньги. Ну, это да. Вы коснулись более широкой проблемой. Простите, а Лидия? Лидия у нас участвует. Это с кем связано? Это я ее пригласил. Я ее пригласил. Я ее пригласил. Она тоже к этой теме. Только ее зять, он строительный подрядчик из РФ. Очень хорошо. Спасибо вам. Так что мы сможем его пригласить для каких-то наших разговоров. Замечательно. Значит, мы коснулись более общей темы. Может, мы вынуждены ее коснуться, она неизбежно возникает. Вот этот рост, дорогое жилье, да, это ведь не неизбежная вещь. Если я вам еще одну статью прислал, где видно, что в Израиле там 52-62 тысячи квартир в год строится. Сегодня 52, хотя до 62 довести. Но мы видим, что очень бережно это строительство ведется на балансе. Вот есть какой-то недостаток жилья и естественный рост населения. Стараются поддерживать это так, чтобы вот эти максимальные цены сохранить. Теперь вопрос, действительно ли у нас есть крупные политические силы, которые ставят себе это как принцип поддержания дорогого жилья в Израиле. Я не говорю о таком фиктивном государстве, заинтересованном. Для меня есть политические партии, которые в какой-то степени выражают волю там и свою, и своих избирателей. Есть ли мнения такие распространенные, что для страны на долгом периоде времени хорошо иметь высокие цены? Ну, прежде всего, это мнения специалистов, экспертов, министерства финансов и мнения экспертов министерства строительства. Что это хорошее явление, его надо... Совершенно, точно. Если вы слышали, вы... Подождите, сейчас, одну секунду. Одну секунду, Михаил, я передам вам сейчас. Слышали ли вы такое мнение от кого-то? Или оно как бы в нашей голове больше существует? Высказывал ли кто-то из официальных людей такую позицию, что нам надо поддерживать высокие цены на квартиры? Никто так, конечно, напрямую не говорит. Значит, у каждого лично есть разные мотивы. Кто-то считает, что, может быть, локально это хорошо, но глобально мы знаем это плохо, да? Потому что это лишает, самое главное, Израиль будущего. Потому что молодые семьи не заводят детей, особенно нерелигиозные, да? Очень много, я знаю, семей, которые до 30 лет плюс, говорят, мы должны сделать карьеру, заработать деньги, иначе мы будем без квартиры. Мы знаем, что это подрывает будущее страны. И тем не менее, вы считаете, что есть массовая такая, не знаю, как это назвать, элита, лобби, там другое слово, наверное, подходит, которые злостно внутри убеждены, что это более правильная политика. Я бы назвал это, извините, я бы назвал это лобби, строительное лобби. Строительное лобби – это все-таки какая-то немаленькая и неслабая часть, но ограниченная. Это и все еще не все израильское общество строительное лобби. То есть ему, возможно, вполне противовесно, так как были лобби другим монопольным структурам. То есть нужен какой-то общественно-экономический импульс, который может в значительной степени от нашей алии исходить тоже. И именно направлен не на то, чтобы, понимаете, просить из бюджета там выделить еще дополнительно 200 миллиардов. Это нереально. А вот изменить политику, выделить, допустим, просто больше земли под застройку, да? Или дать разрешение иностранным подрядчикам, именно подрядчикам, не просто рабочим, а крупным подрядчикам войти на израильский рынок. Это политическое решение человека, который болеет в будущем страны. Или общественных движений. Могут быть, если вы считаете, что у политиков прямо доминирует мнение, что это хорошо, могут быть общественные движения, которые скажут это плохо и будут стараться к себе притягивать политиков. И поскольку сейчас все-таки министр строительства оказался волей судьбы довольно близок к нашему сообществу, то с ним, может быть, эту дискуссию хорошо бы открыть. Обязательно нужно. Нужно обсудить обязательно. Именно концепцию, именно видение будущего. Не в том, что есть государство, которому лучше. Нету государства, которому лучше. Государство – это мы, которые заботимся о том, что у нашей страны было будущее. Это наше государство. Есть, возможно, какая-то часть чиновников, которые по ошибке, скажем так, мягко, думают иначе. Но им надо тогда общественное противодействие усвоить. Извините, Михаил или Лидия, я снимаю. Я слишком переговорил. Мы сделали разговор о защите от землетрясения. Да, да. Это главная проблема, которую мы должны попытаться решить. того, что, имея 20%, 30% жилого фонда, неустойчиво к землетрясениям. Вы сами представляете, что это значит. Поэтому мы должны апеллировать. И в разговорах с такими людьми, как министр строительства, министр финансов, мы должны как раз апеллировать на той опасности, которая связана с сохранением того жилого фонда, 20-30% жилого фонда, который может быть разрушен, если, не дай бог, тряханет как следует. Совершенно верно. Что касается того, использовать чужую рабочую силу, чужую технологию, это уже второй вопрос. Сначала надо решить вопрос в принципе. Да, строить мост или не строить мост? У меня есть еще один очень важный вопрос. Да, и средства на это есть. Подождите, вот секундочку. И это займет людей, займет экономику. Ровно в этом я хотел бы с Михаилом Козловым немножко разойтись во мнении. Если правильно это организовать и пустить подрядчиков из Китая или Эмиратов, не требуется бюджетных средств. У нас нету бюджетных средств. У нас дорога в поселениях, шоссе вот заморозили, да, там опасно машинами ездить, потому что нет средств на прокладку этой дороги. В государстве нет лишних средств. Если есть решение, которое вообще ничего не будет стоить, это рощерком пера только решить, что да, мы для этой цели, пусть для этой ограниченной цели, для реконструкции жилья, да, даем зеленый свет подрядчикам, крупным подрядчикам иностранным, и готовы там самая главная цель поставить. За 5-10 лет решить вопрос, не за 30. Правильно, Абрам? Да. Да, Миша, тут можно действительно, значит, так, целевая функция, что, значит, строительство жилья более прочное, первое. Второе, значит, так, какие ограничения. Я вас сразу оборву, я извиняюсь. Сегодня хорошее жилье строится, не надо более прочное. Речь идет о реконструкции старого жилья. Значит, строительство нового жилья, место, значит, того, что... Первое, так? Второе. Второе. А уже дальше, значит, так, значит, как способствовать тому, чтобы это было намного дешевле, так, это уже второй момент. Нет, тут я тоже... Вы должны подготовиться. Да, совершенно верно. У меня к Авруму другой технический вопрос. Правда ли то, что я слышал... Вот как-то вот с Владимиром Файнбергом мы нашли пару экспертов тоже в укреплении зданий. Значит, они утверждали, что почти все или огромная часть перестроенных по Тамо 38 зданий не проходят серьезного... Если их хорошо проверить, они плохие, грубо говоря. И поэтому это заморозили и пришли к выводу. А если их укреплять так, чтобы они проходили все эти проверки, то уже становится непонятным, может, все-таки рентабельнее новое здание построить на этом месте. Вот что вы знаете? Я знаю только ровно то, что вы только что мне сказали.